Святым покровителям брака помолились в Новосибирске. Молебен благоверным Петру и Февроним Мурумским возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. За богослужением в Вознесенском кафедральном соборе собрались многодетные семьи. В последний день календарной зимы митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в Вознесенском кафедральном соборе совершил молебное пение святым благоверным князьям Петру и Февронии, покровителям семьи и брака. Пройдя через нелегкие испытания, семья Петра и Февронии стала образцом благочестивого супружества. Прожив всю жизнь преданности и верности друг другу, они и после смерти оказались неразлучны. В этот год мы запланировали множество и множество различных мероприятий, направленных на то, чтобы поддержать, чтобы укрепить наши семьи. Особое внимание мы уделяем те семьям, у которых есть многочадие. Эти семьи засвидетельствовали то, насколько они верно служат Христу, являя свою семью, как малую церковь, полную верных людей. Надеюсь, что этот год, год семьи, во многом поможет людям осознать важность сохранения семейных уз, важность многочадия в семье, важность того, чтобы мы вместе были верными чадами Церкви и Отечества нашего. Я думаю, что этот год на самом деле станет годом больших изменений для наших семей. Владыка уже говорил о том, что семьи, в которых растет много детей, это самые счастливые семьи. У нас таких семей 49 тысяч. И мы очень надеемся, что этот год станет тем годом, когда таких семей станет гораздо-гораздо больше. За богослужением молились представители более 70 многодетных семей приходов Новосибирской епархии. Семьи, в которых воспитываются 5, 7, 9 и более детей. Мамы которых – настоящие героини и считающие себя самыми счастливыми. Самое главное, чтобы был тыл наш. То есть мама это помогает, папа уже больше занимается, служит, помогает, детей воспитывает. Мама так все готовит, убирается, как говорится, все наставляет. Больше с ними мама-то проходит, чем папа. Их много. Но то, что они растут в большой семье, для детей это вообще большая радость. Потому что они всегда находятся в общении и в любви, потому что они братья и сестры. Они друг друга, соответственно, просто любят, потому что они, ну, они одни, учатся любить людей, учатся дружить, находятся как бы постоянно в социуме. Доброе отношение семейное внутри, помощь, доброта и отзывчивость друг к другу. И самое главное, чтобы были с храмом, чтобы были с храмом, чтобы он и наставлял. Очень многое дает воспитание в храме, батюшке помогает. Примеры из других семей, которые, ну, есть иные трудности, но они все при этом. Примечательно, что в этот же день в Новосибирск был доставлен огонь от неугасимой лампады, горящей у мощей муромских чудотворцев, святых Петра и Февронии. Субтитры создавал DimaTorzok